МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город. Время. Говорить» главной темой сегодняшнего выпуска. На пляже или на войне солидные российские турфирмы уже не отправляют людей на египетские курорты в связи с чрезвычайным положением в стране фараонов. Высоко забрался. Лесорубы обнаружили мумифицированное человеческое тело, привязанное к стволу дерева в 7 метрах от земли. Угрожают диверсии. Почему рязанские коммунальщики не пускают инженеров-кабельщиков для проведения работ на объектах? А теперь обо всем подробнее. Вчера в советском суде Рязани началось рассмотрение дел директора турфирмы «Робинзон» Алексея Епифанова. Напомним, его обвиняют по 48 эпизодам в связи с мошенничеством в крупном размере, совершенным с использованием служебного положения. Упрощенно говоря, контракты на загранпоездки оформлялись, деньги люди платили, а вот с отдыхом, как говорится, швах. Куда же вы нас отправляли, если у вас даже договора не было? Куда же вы деньги дели? Вам все несли, несли, вопрошали в заль суда потерпевшие. Ответа не прозвучало. Директор Робинзона высказался в том смысле, что узнаете, дескать, как время подойдет. С туризмом у нас вообще наступает напряженка. Любимое место отдыха россиян Египет сейчас в огне бунта. Сторонники прежнего президента борются с нынешними властями. Вчера стало известно, что в Египте объявлено чрезвычайное положение. Также вчера федеральные каналы показали репортажи с египетских курортов, где руссо-туристу беспечно улыбаются в камеру. Война, дескать, там далеко, а у нас тишь да гладь да солнышко. Ну, странности наших людей всему миру известны. А вот когда доберутся боевики до курортов, да начнут рвать всех подряд на клочки, не разбирая, кто тот смелый турист, кто идейный враг, тогда уж и поздно будет. Между тем, по данным египетских изданий, стычки противоборствующих сторон уже произошли и в курортном городе Хургада. Израильские информагентства передают о решении МВД Египта приостановить движение поездов по всей стране. Дело в том, что на этом популярнейшем курорте уже не первый месяц наблюдаются какие-то политические нездоровые ситуации, когда там ведутся и забастовки, и стычки, и столкновения, и разбой, и т.д. и т.п. Поэтому мы в своей туристической фирме Арго Тур приняли решение в течение месяца уже как мы не продаем туристические путевки в Египет. И настоятельно рекомендуем своим клиентам не путешествовать, не приобретать точнее туры в эту страну. Но если вы настойчиво все-таки хотите туда совершить... Мы сорви голову одесский, а поеду ничего. Да, то мы вам посоветуем обратиться в соседнюю туристическую фирму. Сами продавать не будем. Сегодня стало известно, что Ростуризм планирует в самое ближайшее время отправить спецпредставителей для получения оперативной и точной информации по поводу положения дел на египетских курортах. От себя добавим, как права все-таки поговорка. Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Война вовсю гремит, а наши чиновники от туризма представительскую группу только-только снаряжают. Как бы людей под огнем не пришлось вывозить, не дай бог. Теперь из пылающего Египта на родину в Рязани. В нашу редакцию обратились жители домов по улице Великаново. Пропал у них телевизионный сигнал. Остался народ без интернета и ТВ. А это, сами понимаете, для современного человека потеря большая. Приехавшие специалисты установили, в результате кровельных работ поврежден кабель. Кабельщики попытались получить у руководства местного уже у номер 9 доступ на крышу, чтобы устранить проблему. Да и не тут-то было. Не бывать тому уперлось живушное начальство. Обо всех подробностях странно, если не сказать подозрительной, с точки зрения законности ситуации, в репортаже Глеба Галушкина. Работники кабельной компании «Видикон» не могут получить доступ в многоквартирные дома на улице Великаново, это в московском микрорайоне, уже больше недели. По словам инженеров рязанского провайдера, в начале августа во время проведения работ на крышах кровельщики повредили оптоволоконный кабель. Без сигнала, а значит без интернета и телевидения, остались жители более 10 домов. Не сами горе-мастера, не работники ЖЭО, которые должны были следить за работами, разумеется, палец о палец не ударили, чтобы принять меры к восстановлению линий. Кабельщики не требуют дополнительных выплат. Вернули жителям интернет и телевидение. Нам понадобился доступ на кровлю крыши Великаново, 16, корпус 3. Ребята наши обратились в ЖЭО номер 9, где им отказали в доступе, то есть не дали им ключи. Руководство их не сослалось на какие-то договорные отношения и финансовые затруднения. После чего было принято просто решение по временной схеме восстановить этот кабель, чтобы люди хотя бы не страдали. Продокс в том, что руководство ЖЭО номер 9, в чем ведение как раз и находятся дома на улице Великаново, отказывается пускать их на крыши. Для обычного человека это даже звучит абсурдно. Мастера пришли бесплатно исправлять чужую халатность, а им не дают допуска на место ремонта. Проблема существует в том, что руководство данного ЖЭО просто взяло на себя какие-то непонятные функции о взымании финансов. То есть они оперируют тем, что мы им какие-то деньги не платим за электроэнергию, еще за что-то. Переговоры ведутся, но очень тяжело. То есть ЖЭО не идет навстречу ни на какие условия. То есть они ставят свои условия, и все, больше нечего. То есть только по их условиям надо работать. Дело в том, что ЖЭО часто ведут себя в подведомственных домах, как старинные развойники на лесной дороге. То есть хочешь получить доступ, платим сду. Вымогают взятки прямо или пытаются навязать договоры с несусветными суммами. Это обычная практика в системе нашего ЖКХ. Причем порой, по словам связистов, дело доходит до откровенного шантажа под угрозой демонтажа оборудования. Это будет уже не что иное, как диверсия. Однако делягам от ЖКХ на законы чувствуется наплевать. Разумеется, речь идет о набивании кармана отдельных начальников. Про интересы обитателей дома никто из деятелей жилищной конторы и не вспоминает. Жильцам в этом случае приходится обращаться к юристам. Здесь нужно требование предъявлять той организации, которая с вас берет деньги за содержание жилья. У многих, к сожалению, нет письменных договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию многоквартирного дома. А там четко прописано, если этот договор внимательно почитать, у кого он имеется на руках, что ответственность за содержание, за все коммуникации многоквартирного дома, а кабели как раз и относятся к многоквартирному дому, несет организация, которая в целом отвечает за безопасность работ, качество работ и так далее. Поэтому в письменном виде вы должны предъявить требования организации, которые вы платите, для того, чтобы попросить возместить ущерб, связанный с повреждением ваших кабелей или восстановить за счет той организации, которая не следила за безопасностью, за качеством работы. На практике известно, когда дело начнет попахивать судом, взорвавшееся коммунальное начальство пойдет на попятный. Это для жильцов, похоже, единственный путь к справедливости. И еще в качестве напоминаниях о пугам, вымогательство и порча оборудования это уголовно наказуемые деяния, а в недлинной пока истории ЖЭО номер 9 уже была ситуация с мошенничеством и подставными лицами три года назад. Но это другая история, которую, может быть, придется освежить в памяти местных коммунальщиков. К другим событиям. Жуткая находка повергла в шок целую бригаду суровых лесорубов, и Клепиковского районов. Один из рабочих пошел по своим делам вглубь чаще, да и увидел под деревом человеческий череп. Дровосек стал испуганно озираться по сторонам, посмотрел вверх и вообще остолбенел. На ветке дерева, как позже выяснилось, на высоте 7 метров сидела человеческая мумия. Сюжет достойный сериала «Секретные материалы». Некоторые подробности об этом мы узнали сегодня у старшего следователя Касимовского МСО Дмитрия Познякова. Запись сделана по телефону. Труп в положении сидя. Сам труп был уже мумифицированный. На уровне живота был повязан и привязан к дереву, соответственно. В дальнейшем при проверке было установлено, что смерть его наступила не менее 2-3 месяцев назад. Пока еще неизвестно, хотя бы предположительно, каким образом голова покойного оказалась на земле. Но в целом из-за судебной медицинской практики не исключается возможность ее, соответственно, в ходе разложения трупа отделения от тела. Но есть сегодня и более позитивные известия. Например, вчера в Александр-Невском был открыт современный физкультурно-спортивный комплекс. В таком случае в дальний поселок выезжал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Рассказывает Глеб Галушкин. В современном спортивном комплексе, открытом накануне в Александр-Невском, разместились большой зал для игровых видов спорта с трибунами на 500 мест, детские и взрослые бассейны, а также залы для занятия борьбой. На торжественной церемонии открытия был и глава региона Олег Ковалев. После осмотра помещения спорткомплекса он выразил надежду, что пустовать комплекс не будет, а станет наоборот самым посещаемым объектом, причем не только детьми, но и взрослыми жителями района. По словам Олега Ковалева, развитию физкультуры в регионе уделяется сейчас самое серьезное внимание. Уже в этом году современные спортивные центры появятся в одних из самых отдаленных районах в Шацке и Ермише. Мы выбрали два варианта таких вот малогабаритных, более дешевых фоков. Один в Ермише возводится, по стоимости они приблизительно равны, и второй вот в Александра Невск. Мы посмотрим, как они функционально будут. Если они функционально, какой из них будет лучше функционально, тот будем и культивировать как типовой для строительства в таких муниципальных районных центрах, как там Тетелина, Милославка и так далее. Это все новости. На сегодня, в пятницу, мы подведем основные итоги недели в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Хорошего всем вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова